Привет господа, с вами Варчик. В этом видео с вами поговорим про следующий патч 1.14. Скорее всего он стартует 15 июля, может быть чуть позже, но в целом скоро он уже стартует прямо вот на днях. Это будет очередной большой патч, это меня радует, что наконец-то начались большие патчи. Поскольку очень длинный период в игре, патчи были малюпусенькие, пустые и вообще даже тестировать не было смысла их. А сейчас хоть будет что в игре поделать, да и в целом есть вообще что постримить, о чем поделать видосы. А то уже нужно было выдумать прям из ничего, чтобы хоть что-то постримить и о чем-то порассказывать в видео. Итак, давайте уже смотреть, что же в этом патче будет. Мы еще позже подробнее поговорим, а сейчас просто предварительно посмотрим, что в нем. Итак, для начала это будет подветка Чехословакии тяжелые танки с 7 по 10 уровень. Также еще будет премтанк 8 уровня и уже в игре есть премтанк 7 уровня. Меня это очень радует, можно будет купить премтанчик, можно будет выкачать веточку, все это постримить, вам показать, видосы поделать. Но вот если эта новая ветка такая же всратая, как и прошлая ветка, которую добавили, то конечно контента там будет кот наплакал. Поскольку ты просто танки прокачал, один раз на них поиграл и в принципе и все. Интереса это никакого не вызывает. Ни у меня, ни думаю у аудитории тоже. Почему разработчики такие всратые ветки выпускают, конечно загадка. У этой ветки будет барабанчик на два снаряда. Посмотрим на что это будет похоже, возможно будет что-то интереснее. Дальше нас ждет очередная пачка аппл премтанков. Апнут следующие танчики. ИС-6, КВ-5, Т-34, СДС, Т-34-3, 112, ВЗ-111, М48А2 с ковшом который. Паттан КР, Т-95Е2, 59 Паттан. В целом если посмотреть на все эти аппы, то они больше косметические очередной раз, чем какие-то там глобальные. Поскольку большинство из этих танков настолько плохие, что их нужно аппать кардинально. А это скорее такое, косметика. Но посмотрим, может за время тестирования циферки еще покрутят. Но пока что меня эти аппы не впечатляют. Обновленная линия фронта 2021. В глубине души, конечно же, маленький танкист надеется, что этот режим наконец-то станет интересным. Но мой личный опыт подсказывает мне, что каждый раз режимы становятся только хуже. И ни разу картошка ни один режим еще не довела до ума. Может быть ранговые бои последние, которые были, стали немного привлекательнее. Но в целом они недоделаны, как и были. Просто их легче стало играть. Но опять же, режим на любителя. Доделанным его явно не назовешь. Что касаемо линии фронта, она просто неимоверно скучная. И там настолько сильно упал фарм, что он настолько маленький за такой продолжительный бой. Что за такое время можно сыграть в рандоме много боев. И нафармить в каждом столько же, как в одном бою за линию фронта. Зачем в нее играть? Я не понимаю. Она была прикольна тем, что в ней можно было фармить много серебра. Когда она только появилась, там можно было по 500, по 600 тысяч за бой вывозить. Это было действительно интересно. Но режим был и тогда скучный. И сейчас. Но сейчас еще и фарма нет. То есть тогда хотя бы смысл был, а сейчас ни смысла, ни интереса. Если они поправят фарм и сделают режим интересным, я может даже в него поиграю. А так, он мертвый уже давно. Еще нас ждут мелкие правки на картах. На мой взгляд, некоторые карты нужно не то, что мелкие правки. Там нужно перекапывать карту целиком. И вот эти вот правки на картах требуются на половине карт. А некоторые вообще лучше убрать из игры, они неиграбельные. И почти все карты в картошке это просто коридор, где все танки забиваются в эти дырки и убиваются за одну минуту, потому что больше играть негде. С картами огромные проблемы в игре. Надеюсь, картошка начнет шевелиться и исправлять их. Ну и снова будут переделывать карту Руинберг. Теперь на зелени. Сколько раз они его там будут переделывать, я не знаю. Также нас ждет активность к 11-летию в World of Tanks. Там будет какой-то низкоуровневый старенький танчик Т-34. Есть подозрение у меня, что будет снова какой-то очень длинный, скучный, неинтересный период, где мы будем что-то там выполнять, что-то куда-то будет двигаться. И опять это будет очень скучно. И в конце мы получим танчик. В прошлый раз примерно такое же было. Событие длинное с маленьким небольшим танком в конце. Я даже не обращал внимания на это событие. И в конце танчик получил, я даже особо не заметил. Настолько было интересно. Также нас ждут еще исправления ЛБЗ для артиллерии. На мой взгляд, артиллерии нужно понерфить первый снаряд, убрать нафиг оглушение и уменьшить сплэш. Поскольку сейчас вообще невозможно играть. Ни за какое укрытие никуда не спрячешься. Арта дамажит мимо танка. Кучу урона наносит. И ничего не изменилось вообще. Как арта душила весь рандом, так и душит. Играть просто невыносимо. Основные две вещи, которые полностью убивают игру. Абсолютно дисбалансные кривущие карты. И артиллерия, которая не дает играть вообще. Снова арта пересела на первый снаряд. И начала душить рандом, как прежде. Ничего не изменилось. Переделка артиллерии с тремя снарядами, на мой взгляд, не удалась вообще. Поскольку ими смысла пользоваться нет. Также еще будет шестой сезон боевого пропуска. Осенний и последний в 2021 году. Еще добавят популярные моды. Мне кажется, там уже весь клиент в модах, весь экран. Там в каких-то полосочках хп, циферках хп там. Уже, мне кажется, пора заканчивать. Вот что до сих пор картошка реально не может сделать. Даже в Vodblitz добавили свободную камеру в реплеях. А картошка до сих пор не может это сделать. У нее столько блогеров. Столько людей, создающих контент. Им приходится где-то там на каком-то сайте скачивать какую-то там папочку, впихивать ее в игру, чтобы снимать красивые ролики. Мне кажется, в добавлении модов в игру, это одно из самых первых, что нужно добавить. Чтобы людям было удобно создавать контент. Но игре 10 лет, а этот до сих пор не сделали. Ранговые бои сезон 2021-2022. Может там какой-нибудь новый танчик покажут. Реферальная программа 2.0, обновления и премы 8 сезона. Новые 2D и 3D стили. И новый игровой режим. Хотя, казалось бы, недавно добавили тестирование карт, которое как-то и заглохло. Видимо протестировали. Вот такой вот патч, довольно-таки большой. Есть что-то в нем интересное. И апы всратых танков. И какие-то там исправления карт. Для игры это очень важно, чтобы такие правки были. Надеюсь, они дальше и продолжатся. И нужно их как можно больше. И новая веточка можно покачать. И какие-то там модики, которых уже, наверное, хватит. Различные там активности, режимы, ранговые, боевой пропуск и так далее. В принципе, патч довольно-таки массивный. Что меня очень радует. Поговорим об этом патче подробнее, когда он уже появится на тесте. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok